Украинское зерно, украденное российскими оккупантами, перевозят на Ближний Восток на 87 судах. Транспортировку контролируют российские военные. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Он добавил, что в преступной схеме, кроме российских, участвуют также сирийские корабли. Тем временем Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки «Гепард». Теперь на вооружении вооруженных сил Украины уже 12 немецких боевых машин этой модели. О том, как мир поддерживает Украину в борьбе с агрессором, смотрите далее. Под звуки аплодисментов Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Решение Хельсинки и Стокгольма присоединиться к Альянсу он назвал переломным моментом, который принесет безопасность и стабильность всему миру. В конце июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию вступить военный блок. Страны подписали протоколы о присоединении к Альянсу уже через несколько дней. Решение о принятии новых членов должны ратифицировать все 30 стран-участников НАТО. США стали 23-м государством, которое это сделало. Путин считал, что может разделить нас. Когда это все начиналось, он думал, что он может сломать нас, ослабить нашу решимость. Но вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался финляндизации Европы, а вместо этого получил Финляндию и Швецию в НАТО. Помогать Украине столько, сколько это понадобится, пообещали в Пентагоне. Министр обороны Шалуид Остин во время визита в Латвию заявил о полной поддержке Киева в борьбе с агрессором. Глава военного ведомства США также подтвердил обязательство НАТО поддерживать постоянное присутствие Альянса в Балтийском регионе. Мы будем продолжать тесно работать с Латвией и другими союзниками по НАТО и партнерами во всем мире для того, чтобы поддержать украинский народ. А также для того, чтобы решительно противостоять жестокой и преднамеренной российской агрессии против Украины. Тем временем тренировать украинских военных пообещало Дания. Министерство обороны страны направит 130 инструкторов в Великобританию, где уже обучаются военнослужащие Вооруженных сил Украины. Раньше направить в Объединенное Королевство персонал для тренировки и обучения украинцев пообещала Канада и Швеция. В Великобритании на постоянной основе проходят боевую подготовку 10 тысяч военных из украинской армии. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и прекратить любую военную активность на ядерных объектах Украины или вблизи них. С призывом незамедлительно передать руководство атомной станции Киеву выступили также министры иностранных дел Большой Семерки. В МАГАТЭ сообщили, что на станции уже фиксируются повреждения. Однако ядерной угрозы после обстрелов станции российскими оккупантами в данный момент нет. О том, что мир слишком слабо реагирует на ядерную угрозу, в интервью французским журналистам рассказала первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, если произойдет самое худшее, то радиоактивный дождь может выпасть даже в Париже. Мы в шоке. И мы очень удивлены тем, что остальной мир не реагирует, что реакция очень слабая. Мы понимаем, что сейчас рука террориста находится на атомной кнопке. И они могут сделать на атомной станции все, что им вздумается. Мы имеем дело с более крупным, более мощным и более богатым врагом. Это очень сложно для нас, поэтому необходимы более быстрые санкции от наших партнеров. Это может облегчить нашу ситуацию и ослабить нашего врага. С сегодняшнего дня Европа прекращает покупать уголь в России. 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций ЕС. В Брюсселе сообщили, что несмотря на энергетический кризис в Европе, все еще есть возможность для ограничения покупки ископаемого топлива из РФ. Уменьшать потребление российского угля в Евросоюзе стали еще до начала российского полномасштабного вторжения в Украину, поскольку такое производство вредит окружающей среде. Однако агрессия России только ускорила этот процесс. По оценке Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского угольного экспорта на сумму 8 миллиардов евро в год.